Девушки отдыхают Это квест, да, наш разрешитель Да, вот убийца Хочешь, чтобы убили соратников короля Фарад... Ага Вспомнил я, окей Так, получите книгу ужас В общем, я предлагаю, давайте пока побегаем По домам, посмотрим, что у нас тут еще есть У нас вот как раз вот этот уголок остался Нетронутым, вроде как, да Поэтому давайте Давайте походим, посмотрим Что вы хотите, чего вам надо Вы работаете на них, так ведь? Работаю на кого? Некоторое время он молчит, его глаза бегают из стороны в сторону Возможно, в поисках наилучшего пути Побега Сами знаете на кого Итак, в конце концов, это ведь день пришел, так ведь? Артур Тайрон стал слишком опасен Чтобы позволить ему оставаться в живых Именно так, надеюсь, вы прочитали свою последнюю молитву А, вы Артур Тайрон? А, Дэ Чезаре послал меня к вам О, а! Это вот он! Артур Тайрон-то, нифига себе Он сам признался, это с этими, с черепами похоже, да? Он хватает вас Черепа! Вы достали черепа! Да, вот они Он осматривает Их с еле сдерживаемым волнением Да, да Теперь все сходится Что именно? Я раскрыл заговор Нифи которого могут привести прямо к правительству Таранта Но для завершения моей работы мне понадобится ваша помощь В самом деле? Его глаза с подозрением мечутся из угла в угол Вы никогда не думали, откуда появляются все эти полуогры? Сто лет назад полуогр был одним Очень редким явлением Обычный результат на карбеже и изнасиловании Но вот человеческие женщины не способны выносить ребенка полуогра из-за его размеров Вот это странно, никогда лишь об этом не думал Он наклоняться к вам ближе, с его лба капает пот Они их выращивают Говорю вам, у них есть женщины-рабыни, которых они заставляют спариваться с ограми Кто они? Кто это делает? Гномы! Гномы из промышленного совета Таранта Вы не обращали внимания, что у каждого гнома есть по крайней мере один-два полуогра Которые следуют за ними повсюду Кстати, я замечал, реально Гномы их выращивают для своей защиты Так, как вы все это выяснили? Ох, я долго шел по их следу, да И вот теперь, когда вы принесли мне черепа, я почти приблизился к тому, чтобы окончательно их разоблачить Просто понимаете, ну, я не какой-нибудь там герой и мне нужен кто-нибудь, кому я могу доверять, чтобы собрать непровержимые доказательства В одиночку я вряд ли выживу Уверен, это будет чертовски сложное предприятие А как это связано с черепами? Сиамские близнецы стали результатом их первых неудавшихся экспериментов по скрещиванию Они хотели смешать кровь эльфов и орков, чтобы вырастить чрезвычайно сильных физически, но способных магов Ммм, полностью им подчиняющихся Конечно, это было до того, как стало очевидным, что технология будет править Аркановым Так что же случилось? Близнецы стали единственным жизнеспособным результатом этих экспериментов Их должны были подвергнуть смерти, но они исчезли из лаборатории незадолго до намеченного времени их убийства В высшем обществе они появились спустя 20 лет Мы считаем, что в них была мощная поддержка в городском совете, раз уж им удалось так долго прожить Так, возможно, я смогу вам помочь, что мне нужно сделать? В своем расследовании я обнаружил наиболее вероятное расположение лаборатории по выведению полуограф Думаю, она находится на острове Полуогра, что рядом с Танатосом Если вам удастся найти ее и собрать для меня доказательства, то я смогу открыть правду всему миру Блин, прикольно Так, почему бы Чезар это не сделал? Ладно, давай, вы меня заинтриговали, я помогу, естественно Отлично Так, позвольте мне отметить на вашей карте расположение острова Да и ни с кем вы об этом не разговариваете Это может сильно навредить и вашему, и моему здоровью Договорились? Я вернусь с доказательствами Когда мы будем на Танатосе, мы обязательно туда зайдем Наверное, нам надо, получается, к этому А, вот это, убийство еще одно, да? Похоже Инспектор прислал распоряжение, что мы должны ожидать вас? Я не знаю, как вам это удалось, но я бы снял перед вами носки Шляпу, конечно, ну ладно Так, подожди, так мы здесь были вроде, нет? Или это другая? По-моему, другая Мы тут все вроде осмотрели, да? О, какая тут Блин, прикольно было сейчас с трупом-то поговорить, да? У нас, если что, мы сможем Вызов духа Вызов духа И нам левела вообще не хватает, пипец, капельку Интересно, это помогло бы нам или нет, как думаете? Было бы здорово, если бы можно было поговорить С трупом, да? И он бы нам все рассказал Было бы здорово Так, ладно Похоже, там были уже Так, ты кто такой? Хм, да Я вам зачем-то понадобился Здравствуйте, сэр Позвольте узнать ваше имя и род занятий Это просто Я Даниэль Макферсон Мастер установки и обезвреживания ловушек Наверное, вам приходилось слышать о моей легендарной славе Так, чё, притворимся опять, да? Так Доказательство... О, да В вашем таланте ходят легенды Понятное знакомство Да Что вы делаете в колодоне? Я возглавляю ввиду крупнейшей работы по обеспечению безопасности в королевстве У меня договор даже с королевским дворцом Возможно, вы слышали о печально известном Дждморгане Чьё мастерство состояло во взломе замков Что ж Одна из моих ловушек повинена в том, что его поймали Когда он пытался незаконно проникнуть во дворец несколько месяцев назад Я лучший в этом деле Так Так, так, так Впечатляюще должно быть вы большая честь пользоваться таким спросом Да, и к тому же я несу ответственность за подтверждение того, что мы лучше в сфере этих услуг Будучи мастером установки и обезвреживания ловушек, я могу обучить персонал техническим приемам И о которых наши конкуренты даже понятия не имеют Могу представить, как вы стали таким высококлассным специалистом Вне моей молодости меня можно назвать было бездельником Я шатался по округам По округам, тайно пробирался в места, в которые нельзя было заходить Я никогда ничего не крал, а только наслаждался возбуждением от доступа в запретные места Вот так я и приобрел знания, которые мог применить ко всем видам ловушек Я осведомлен о вещах, о которых большинство экспертов никогда и не мечтали Так, как вам удается поддерживать себя в форме, ведь вы же всего достигли Чтобы поддерживать себя в наилучшей форме и быть уверенным, что мои услуги все еще пользуются спросом Я создал лабиринт с ловушками в подвале, ух ты, собственного дома Это действительно гениально Чтобы сделать его исключительно сложным, я наполнил лабиринт всеми технологическими ловушками Доступными на рынке, плюс несколько моих собственных хитроумных изобретений Полагал, лабиринт очень помогает в обучении вашего персонажа Чтобы я не... Обычно я использую его для обучения, потому что там нет никаких предохранительных механизмов Это смертельно опасное упражнение Хотя, надо сказать, это безусловно поддерживает меня в превосходной форме Так, несколько вопросов Что вы знаете о Викторе Миске? Что вам нужно? Только, пожалуйста, быстрее Звучит знакомо Есть какая-нибудь... Это какая-то связь с книгой? Нет, за то, что... Спасибо, что вы делили Так, чем вы занимаетесь? Давайте-ка спросим про подвал-то его, да? Впечатляюще, могу представить Поддерживать Звучит опасно Выспользует для обучения его? Блин Видимо, без спроса можно туда, да, забраться? Я так понимаю А где вот он? А, вон он Выкрыто Ой, а я что туда? Пошел сразу Подожди Давай еще разочек Может, как-то можно Занимайтесь Так Защищайся, напыщенный Притеснитель воров Так Оставаться на высокором Не учитывая Сивеном изобретения Так Звучит опасно Не, нифига нельзя Нифига нельзя Окей Так, попробуем взломать Посмотрим Мне прям Ужасно интересно Так мы его кухнем Так, а мы его разбить сможем? Не, нифига Нифига Если только попробовать Слушайте А что если попробовать У него украсть? Попробовать у него Украсть ключ Вот чего Блин, ну как это? Включить А у него даже ключа нет Я только посмотреть Ничего Взял такой Посмотрел осел Блин Так, ну Так ты что крадешься-то? Так У нас вроде ничего нет То есть получ А, вот еще А, открывать Ну все Получается нам туда никак не попасть Только взломом, да? Ну ладно Не будем уж Все равно там только ловушки По сути Они Мы все равно взломать Ничего не умеем Так что Нам-то не нужно Так, что у нас здесь? Надо штучки обязательно смотреть Отойдите, ослы Поворот дракона Поворот дракона Так, открыто О, что-то есть Ну давай Блин Так, больше ничего Нельзя слямить Что-то можно Слямзили, ага Ну давай Уважаемый мастер Карингтон К всему письму Прикладывай сумму Которую мы договорились Семер Баратон Только что-то Хе-хе Что-то суммы нет Только Ладно, окей Давай сюда Хорошо к нам относится Это хорошо Здравствуйте Рад с вами познакомиться Приветствую вас, сэр Могу узнать ваше имя Меня зовут Адам Максвелл А вы кто? Меня зовут Витамин Итак, чего же ты хочешь, Витамин? Можете рассказать Витаре Миски Имя звучит как-то знакомо Есть какая-нибудь связь с книгой? Спасибо Начальная тренировка У вас есть какая-нибудь работа для меня? А, что-нибудь подполье Кажется, я припоминаю твое имя Вообще говоря, у нас есть заказ Который необходимо выполнить Ты свободен Зависится от задания В доме-вдоме Миска В Колодоне Есть обширная библиотека Редких и необычных книг Принадлежащих Её недавно скончавшемуся мужу Один из наших клиентов Желает получить том Который представляет Для него особый интерес Это очень старая книга Под названием Гадание для опытного волшебника Сможешь достать её для меня? Да, смогу Каков гонорар? Это не слишком сложная работа Однако клиент платит хорошие деньги 250 монет будет достаточно? Договорили Я сделаю за 350, идёт? Что ж, возможно Доставить её будет не так просто Идёт 350, так 350 Берёшь и заработаю Договорились Посмотрим Может мы её вообще купим Сейчас за 50 И тем более Он сказал Какая-то библиотека Да Вот эта Миска-то Может быть Может быть Может быть Может быть Может быть у нас там ещё есть Ох, кстати Тут ещё канализация Ещё Ещё может быть Да-да-да-да Мы отсюда приплыли И вот Мужик стоит Она идёт Она идёт куда-то Там, например Интересно Это, конечно, смущает Мы к нему подходили Вот я Вон везде уши Ступна и четыре Ступня и четыре ноги Не кровожадные И нам не враги Рядом ищи Чтобы увидеть картину Ясные очи Свои береги Так Чё-то рядом ищи Это чё значит О, картина Это с картиной Ну-ка, ну-ка Чё с картиной Смотри-ка Чё-то с картиной, да? Или Или это картины Просто так же Не, вот это Не этот самый Рядом ищи Может нам ночи подождать Портрет на стене Давай попробую ночью подождать До вечера А Очки? Подожди Это в кровати? А, вы посмотрели Под кроватью Обнаружили снизу На неё каркасе Какой-то объект Чтобы достать этот объект Вам сначала придётся Поднять матрас Убегайся У нас мозга Слушайте, так может Остальные кровати С таким же интересом Там, где убийство, например Может там тоже Под кровать Как-то можно заглянуть Давай-ка оденем Возможно они нам Надев очки Вы внимательно Осмотрели картину Под прозрачный слой краски Вы обнаружили карту И перенесли изображение Изображённое Загадочное место На свою карту Обалденно! Вот это да! Офигенно Офигенно Какое-то это Загадочное место Ну прекрасно Прекрасно Единственное Только то, что Оказывается, что Кровати могут быть такими Да? То есть Под них можно заглядывать Офигеть! Вообще Так, а что у нас здесь? Это один Давай заглянем сюда Так, кровать Я теперь Я теперь все кровати буду проверять Чёрт возьми Электрический фонарь Окей Блин, как классно А очки Типа одел Ты лучше стал Наверное, из-за того Я не видел Потому что у меня Восприятие Слабое Блин, прикольно было бы, да? А если восприятие Сильное, то без очков Можно было бы, например, найти Наверное, так Ну, проверить, естественно Я же, конечно, не буду Сильное заявление Проверить я, конечно же, не буду Так, ну давайте Какие-то тут Мазанки попёрли Старый Королевский Чего-то там А, блин Вот мужик вы Ух ты! Как это вам? Так вы тот парень Который выкарабывался Да, это я Здравствуйте Что происходит вокруг? Вообще ничего интересного Виктор Миско Живёт на На-на-на Окей Так, ну это Обычный мужичок Что он нам Что даже Что даже нельзя Украсть у него Уперли дальше Старый Королевский Проезд 1 Так Мусье А, это я Сам собой поговорил Как выживаете? Здравствуйте Можно задать вопрос Что-нибудь необычное Времена Рассказывают Ой-ой-ой-ой Что-то там Я пропустил Ну ладно Так Здравствуйте Ничего не знаю Так, ладно Закрыто Ладно Взламать не будем Видимо тут Обычные Эти Домики Ничем не примечательные В этом толку С них Никакого Сейчас там В канализацию Пойдём Овцы Можно поговорить С овцами Вряд ли Ой, смотри Этот Это что-то идёт Следишь за нами Что-ли Так Ещё один дом Блин Тут, слушай Прям Какой-то Животный рай Идём потом Ух ты Рад познакомиться Здравствуйте Сэр Могу узнать Ваше имя Что ж Давид Уитт Владелец Этой фермы Какие культуры Вы здесь выращиваете Вообще-то У меня здесь Не плантация Это меховая ферма Я выращиваю кроликов Во всей круге Мех с моей фермы Считается Мягчайшим Самого превосходного Качества Вы можете найти Одежду из моего Меха Буквально повсюду В отделке Дамского Бального Платья В джентльменском Зимнем плаще Даже в качестве Пелёнки Знатного Новорождённого Ух ты Похоже Вы весьма Преуспеваете Ага Я неплохо Заработал Для себя И для дочери По крайней мере Я так думал Думали А что случилось Что-то очень странно Происходит в последнее время Каждое утро Я нахожу По крайней мере Одного Своего кролика Мёртвым И частично съеденным Все следы указывают На огромного зверя Или типа того Но никого В округе Ничего необычного По ночам не слышал Никто Ничего не слышал И не замечал И если у вас есть возможность Я бы был бы признателен Если бы выяснили Причину всего этого Я попытаюсь Как долго это происходит Убийство выражается Вот уже почти Целый лунный цикл Ооо Да тут походу Оборотень Прям указывает Все на это Прям лунный цикл Если все продолжится В том же духе То через пару циклов Я окажусь У разбитого корыта Конечно кролики Быстро размножаются Но не так же быстро Как насчет собаки У вас есть пес Или может быть Это был волк На мели вокруг Нет ни одного волка У меня нет собаки Раньше я пытался Держать собак Но они пугают Моих кроликов Хотя я ни разу не видел Чтобы псы на них бросались С вами еще кто-нибудь живет? Со мной живет моя дочь Можете поговорить с ней Если хотите Она частенько Не ночует дома Подозреваю Она бегает Встречаться со своим избранником Подмигивает Ааа Хотел бы я вновь Стать молодым Пойду поговорю с ней Может быть Что-нибудь выясню Окей Так Прям нам намекают На лунный цикл Такая жирный Жирный намек Давайте поговорим Может она Обратим Давайте Кровать сначала Я тебе Фобия Насчет кровати Да Я Привет Как тебя зовут Меня зовут Синтия Вы что-то хотели? Я бы хотел поговорить с тобой О убийствах кроликов О это просто ужасно Несчастное создание Растерзанное ночью Каким-то злобным чудищем Откуда ты знаешь Что это было злобное чудище? Ну Я точно не знаю Просто каждую ночь Мне снятся кошмары Ооо Понятно В них я вижу Как какое-то жуткое чудище Набрасываться на моих кроликов И разрывать их Одного за другим Каждое утро Я просыпаюсь И понимаю Что это правда Схлипывает Пожалуйста Помогите мне выяснить Кто все это дело Ты что-нибудь видела Например Когда возвращалась Со свидания? Ой Нет Это вам папенька сказал Я действительно Периодически встречаюсь С женихом Но в последнее время Я была так истощена Что не могла проснуться Чтобы погулять с ним Истощена? Ну чем? Я очень расстроена Тем что происходит С кроликами Как только заходит солнце Я прихожу к себе в комнату И впадаю в такой глубокий сон Что не просыпаюсь До самого утра Но после кошмаров Я всегда просыпаюсь И тогда проверяю И когда проверяю Как там кролик И один из них Всегда оказывается мертвым Ну Все понятно Это очень странно Никого Так Никто не видел Никакого чудовища Я пыталась не спать И проследить Что мне Но у меня ничего не вышло Молюсь За счастливое разрешение Этой загадки Я не хочу Чтобы папенька Потерял свой фирм Я продолжаю искать Зацепки Спасибо за помощь Да уже Прям тебе говорят Что на Оборотень Самое простое Наверное Да Это сейчас просто Дождаться ночи Да посмотреть И все Так Что она на нас набросится Давайте-ка Наверное Знаете как дела Сначала выйдем На всякий Посмотрим Она ведь выходит Правильно Она ведь выходит Так до вечера О да Есть Оборотень Оборотень Был пацан И нет пацана Ждаться утра Сейчас она Наверное обычно Да Вот Ну-ка Да А можно Интересно Как-то Не убивать Ее Так Давай Бобробам Сначала Не убить Ее То есть Мы просто Должны Увидеть Что она Выбежала Да А потом До утра Просто Подождем Она Все равно Не агрится На нас Правильно Ведь То есть По идее Сейчас Вот так Вот сделаем Все Увидели А И пофиг Да Так Давай Бежим 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 Он у нас Не напал Господи Она дерется С кроликом Еще и кролик Победил Ха-ха Пепец Сейчас кролик Еще победит Вот будет Здорово Так Окей Окей Ты же Набройся На нас Ага Вот она Синтия Увид Неплохо Неплохо Так Ух ты Это же Вы тут Самый Выживший Да Синтия Ты и есть Тот самый Монстр Что убивает Кроликов Так Подожди Возьми Нас Батя Было Сначала Поговорит Ну ладно Она потрясена Я О чем это вы Я бы никогда Не смогла Причинить вред Нашим кроликам Боюсь по ночам Вы превращаетесь В оборотня Она в ужасе От услышанного Нет Быть этого не может Вдруг Она все Понимает Мои сны Так вот Откуда Появляются Эти сны О нет Нет Что же Мне теперь Делать Мне придется Тебя Убить Так Давай Помпром Помочь Без понятия Мой отец Он должен Знать Что делать Сходите Поговорите С ним Рыдат Я буду Ждать Вас Здесь Если он Решит Что я Должна Умереть То я Буду Здесь Я поговорю С ним Болен Нифига Ся Ударочек Чабо Обязан Так Я Выяснил Что с вашими кроликами Что и правда Боюсь Что это ваша дочь Скептически Моя дочь О чем вы говорите Не жаль Говорить вам такое Но она стала Оборотня Оборотень Нет Не стану следовать За таким Как ты Че Это кто А Это этот Крыса что ли Оборотня Нет Только не моя малышка Это не может быть Что же мне теперь делать Скорее всего Вам придется ее умертвить Нет Не трогайте ее Она Все что у меня осталось С тех пор Как умерла Ее мать Прошу вас Вы же путешественник Может Вы когда-нибудь слышали Средством Способным ее исцелить Нет Нет Прошу вас Сэр Если в своих путешествиях Вы вынятесь на лекарство Вспомните о нас Я слышал В великом городе магов Тули Есть самое удивительное Исцеляющее средство Может вы поищите там Только Только не убивайте ее Я буду следить Чтобы ночью Она была под замком Клянусь вам Она никогда не навредит Я не причиню ей вреда И вернусь с лекарством Если оно мне встретится И спасибо вам Витамин Большое спасибо Я пойду Мне нужно поговорить с Синти Эта новость страшно Опечалит ее Молюсь чтобы Вы вернулись Как можно скорее До свидания Окей Так Я не понял Кто тут бычет на меня Пацанаж Может он злой Черт ее знает Варамон Ты че братан Против меня Я не понял Где он там есть Ты хоть со мной еще Братан Нормально Вроде со мной Так давай поговорим с ней Теперь Что нам она скажет Я покидаю вас Приветствую вас Я покидаю вас Окей Ладно Разобрались Нормально Хорошо В Туле Потом когда будем Там наверное И этот И может Какое-то лекарство Найдем Если вообще будем В этой Туле Я вообще не помню Что там был Я и колодон Не помню Ой 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 Что тут у нас Такое Старый королевский проезд Еще Смотри Тропа идет Куда-то Так подожди Это что Я тут был Я так Где ядрен батон Я же А во Как я там Похоже не был Что-то мне Варамон По-моему Сказал Типа Теплокровный Мне не нравится У нас Из теплокровных Только Вернее Из А Это ферма Из Сладнокровных Только я Только он То есть Получается Это за серия Что-то Бычит на меня Быканул на меня Смотрите на него Мерзавец Так Давай Дойдем до сюда Посмотрим Что у нас здесь И потом На боткарту Посмотреть У нас Открылось Какое-то там Место Секретно Она будет Закрыть Если оно Рядом Естественно Может быть Оно вообще Тут в двух шагах О Это Какая-то Какая-то Что-то Где-то Что-то Где-то Тут Как поживаете Сэр Прошу Назовите Своими Меня зовут Иераним Максим Я изобретатель Механизированного Пулемета И недавно Похищенного Аэроплана Летающей машиной Тяжелее воздуха Он на секунду Растерялся Но потом Протянул Вам руку О Вы просите Мою рассеянность Я просто С умилением Воспоминаю Мою теперь Уже разрушенную Жизнь Что случилось С вашим заводом Проклятые Тупорылые Огры Угнали Прототипы Моих летающих Машин И спалили Завод Да когда Не те Это наверное Те самые Которые О да Смотри Что-то похоже Вроде Блин прикольно Прикольно А чтобы еще Сильнее позабаться Они меня Еще и избили До полусмерти И вот Теперь Королевские Советники Говорят Что я Мошенник И что Летательные Аппараты Тяжелее Воздуха Невозможно Говорят Я все Подстроил Чтобы скрыть Свои Неудачные Эксперименты Без доказательств Мои Дни Сочтены Какие Доказательства Вам нужны Что угодно Лишь бы Это доказывало Способность Моих машин Летать Но допустим Я найду Доказательства Что мне Что мне За это Будет Я могу Дать вам Экспериментального Механического Медицинского Паука Он весьма полезен В бою Поскольку Лечит Автоматически Фотографии Их полета Будет Достаточно А где Их Возьмут Он Улыбается Более чем Я вернусь Доказательства Единственная У меня Мысль Это то Что Есть фотокамера С места Крушения Может кто-то Там Щелкнул Но мы Продали Ее Барбалею И она Наверное Уже все Пропала Ну Все равно Сходим Ладно Ладно Интересно Интересно Ну что Ребятушки Давайте Закончим На этом Вот И продолжим В следующей серии Спасибо большое За лайки За поддержку За подписку Ребятушки И увидимся Уже в следующей серии Всем доброго Друзья Всего самого Хорошего И всем пока Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Субтитров